Студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактун Сейфудин. Читаю мою книгу, книгу читает автор, это я, Александра Татьяна Юрьевна, моё новое имя, отчество, фамилия Татьяна Салмановна Мактун Сейфудин. Тайная психология денег, скрета, богатства и процветания. Это моя книга, я её читаю, ну и рассуждаю. Рассуждаю, в общем, найти своё предназначение. Смотрите мои предыдущие видео, вот, и какой пример я могу привести. Вот ещё про эту великую силу я сказала, вот, и про то, чтобы найти своё предназначение. Очень хороший пример у меня вот есть из жизни. Это, как говорится, парикмахер Хочкина, Марина Хочкина. Я у неё много лет делала стрижку и окраску волос. Она работала у нас здесь, вот напротив парикмахерской, потом она перешла в парикмахерскую более такую эксклюзивную, как его, Захарова, да, Захарова фамилия, мужчина. Вот, и, в общем, он такой эксклюзивный мастер. Я много раз, она мне делала и стрижки, и укладки, и, в общем, подкрашивала волосы. Я вот, честно говоря, могу сказать, что я вот на неё сколько смотрела, она настолько вообще вот, это вот, я бы сказала, она настолько делала это вкусно и интересно, захватывающе, было такое чувство, что ей это так нравится, её работа. Вот, вы понимаете, да, что от простого парикмахера она поднялась уже вот до такого салона, там, на какие-то там, за границу, как и сказала Лиза, этот косметолог, что за границу ездить, знаете, на повышение квалификации и так далее. Вы поняли, да? То есть, вот оно предназначение. То есть, она настолько вообще, вот это вот, как бы вот это было видно, она, ну, мы с ней мало разговаривали, в основном, там, ну, подкрашивала волос, но я за ней наблюдала, как она это, как она работала, знаете, вот. То есть, она настолько вот, было видно, что ей настолько нравится вот эта работа, она настолько вот, какая-то вот такая вот, я бы как раньше вам сказать-то. Ну да, было такое ощущение, что, правда, её вот это предназначение. Может быть, если бы она хотела преподавать ораторское искусство, это, наверное, может быть, не её, да, вот она парикмахер. Но очень хороший. Вот оно предназначение. Да. То есть, по её вот этому вот виду, по её вообще, как вот она себя вот эта вот такая вообще, она такая всегда элегантная, красивая, вот, была. Сколько я вот как-нибудь ходила, ездила, я ездила и сюда, он ходил и сюда, в Прикмахерскую, потом она работала на Пионерской, метро Пионерская, вот. Вот, знаете, там такая длинная, эта штука такая была длинная, как бы, знаете, магазин такой длинный. Вот, параллельно, где трамвай уходит, она там, в Прикмахерской работе, такие там, знаете, проходишь такие стеклянные, стеклянные, такая, трикмахерская, что видно этот салон. Вот. А потом она вот в элитный салон, конечно, там цены запредельные, ну, в общем, элитный мастер, цены запредельные. Я к ней тоже туда вот тоже ездила, в салон. Вот такие вот дела, это я о чем? Это вот я хочу сказать, что вот человек нашел свое предназначение, это даже вот было видно по ней. И как она работает, и что ей нравится, знаете, она даже вот как-то вот в каком-то, знаете, в каком-то таком, всегда в каком-то таком позитиве, знаете, в таком, в очень хорошем позитиве. Значит так, читаю, читаю, в общем, читаю мою книжку, дальше, 12, 12 страница, 12, в общем, сюда я ее ставлю, в общем, сюда, аккуратненько, блинчики жарю, вообще еще кушаю. Смотрите, процветание и богатство – это состояние нашего ума. Так, необходимо осознать и принять тот факт, что вы достойны процветания, а также создать в своей душе спокойствие и уверенность, зная, что жизнь готова подарить вам богатство и изобилие всяческих благ. Так, но сделать она это может только с вашего согласия. Каждому даровано право выбирать то, что он хочет, и какую жизнь иметь. Очень многие считают, что они недостойны лучшего, а очень жаль. Именно поэтому богатство обходит их стороной. Вы хотите жить лучше, но чего-то ждете. Но это все равно, что ждать автобуса на улице, по которой он не ходит. Точно так же процветание вдруг не появляется. Потому что золотая дверца открывается только с вашей стороны, когда человек осознает, что он творец своего мира, чтобы в его власти пойти любой дорогой. Он решает и уверенно открывает эту дверь, ведущую к процветанию и изобилию. Вот тогда богатство начинает появляться. Это 12-я страница моей книги. Сейчас, блинчик. А, еще не пожарился. Еще не пожарился. Понимаете? Книга вот здесь вот написана у меня. Понимаете? Вот, в общем, может быть, здесь надо было больше примеров. Больше примеров. В общем, это, в принципе, найти свое предназначение в жизни, определиться, понимаете? И заниматься любимым делом. Пример я уже привела. Так что вот. Ну, я не знаю, на других видео я уже говорила. В общем, стоит ли это повторять. Потому что, если, например, человек хочет быть процветающим, и, в общем, как-то, чтобы любые двери там открывались, и путь к изобилию, в общем, понимаете? Одно дело реализовать свои таланты, работать, знаете, быть как-то асом своей профессии, развивать свои таланты. Вот. А другое дело, что, не знаю, кто-то может подумать, что, знаете, вот там желает чего-то, что есть у другого. Вы понимаете, да? Просто, если вам 70 лет, и вы хотите быть Анжелиной Джули, понимаете? Вот, если вам 70 лет, а вы вот хотите, чтобы у любой, кто-то стучится. Иду, иду. Здравствуйте. Проходи. Что? Что? А вы звонили? Миллион раз. Миллион раз? Да я тоже с вами разговариваю. Ну проходи. Почему опять записываете? Записываю? Нет. Я не записываю. А до этого почему записали и контактировали уже, а?